Уважаемые судари и сударыни, мы рады приветствовать вас на второй конференции на тему артефакта древней истории Руси от имени русского общественного движения возрождения золотой век. Дорогие соотечественники, возможно кто-то из вас задается вопросом, а зачем нам знать нашу историю? Мы без знания истории можем жить неплохо. Ответы на этот вопрос уже был дан не одним великим человеком, и он такой. Народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Проще говоря, если мы не будем знать свое прошлое, не учтем, не проанализируем ошибки и достижения наших предков, то завтра вполне возможно, мы просто перестанем существовать. Как народ, как нация. Так вот, нам нужно знать свое прошлое, чтобы у нас было будущее. Хотелось бы отдельно поблагодарить сайт Ключи познания за предоставленную интернет-площадку и помощь в организации конференции. Теперь позвольте представить докладчика второй конференции. Первый докладчик Дмитрий Кусков. Второй докладчик Андрей Кузнецов. Меня зовут Алексей Соколов. Я являюсь модератором сегодняшней конференции. Все мы являемся участниками русского общественного движения «Возрождение Золотой век». Позвольте предложить следующий рекламент. 30-40 минут выступления каждого докладчика. После выступления обоих докладчиков мы будем отвечать на ваши вопросы. А сейчас слово предоставляется Дмитрию Кускову. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжим начать тему наших лекций. Я буду говорить о Петре Великой или Петре Первом. Как вам будет угодно. Самое интересное, конечно, касается того, кто же его так назвал, Великим, и за что, за какие деяния. Давайте попробуем сейчас с этим разобраться. Для начала. Во-первых, было документировано очень много документов, которые касаются этого Петра Великого. Первое, это его отношение, прежде всего, к тому народу, которым он управлял. Одна из его фраз звучала следующим образом. Вот, сейчас вы можете посмотреть у себя на экранах. Это, значит, документированная его фраза. С другими европейскими народами можно достигать цели, а с русскими – не так. Я имею дело не с людьми, а с животными, которые хочу переделать людей. Данную фразу можно посмотреть в книжке Гемина «От тысячи россиян». Москва, Омск, Российская правда, Русская правда, 2003 год, страница 24. Как вы считаете, могли ли мы с вами назвать такого человека великим после таких слов? Хотя, конечно, знаю курс школьной истории, где преподается о том, что русский народ и другие коренные народы, проживающие с нами совместно, были дикими племенами, которых обучили, начиная с 9 века и так далее. Так вот, давайте расставим все точки над «и» и разберемся с этим вопросом более подробно. Значит, из курса истории мы знаем, что Петр, будучи в возрасте 28 лет, ездил северным путем в Европу смотреть, как же они там живут, все люди, и что же там такого интересного. Также мы можем узнать, что все свои великие деяния он совершил только после возвращения с этой поездки. Что, ну, нацлокив на какие-то мнения или сомнения, ну, в частности, я бы меня лично. Значит, начиная разбор всего вышесказанного, можно посмотреть, значит, что, во-первых, возвращение Петра, да? Смотрите, есть один из фактов того, что, возможно, молодого Петра подменили. И я бы хотел развивать эту тему дальше, и далее сказать более подробно, какие факты этому способны считать, и что видно. Смотрите, значит, после возвращения Петра, это был 1699 год, по юлианскому кандалю, или же 7207 год, от сотворения мира в Звездном Храме, о котором я позднее расскажу более подробно, значит, умирают его близкие друзья, такие как Патрик Гордон и Франц Лефорт. Очень интересно, да? Что, как только возвращается Петр, друзья погибают. Это, как бы, один из фактов, которые, может быть, навести на сомнения. Ну, давайте продолжим дальше. Как бы, может быть, все не так все плохо, как мы думаем. Смотрите, покопавшись в истории, я нашел немало отличий, то есть, в документах и так далее. Сейчас вы можете посмотреть, например, отличия во внешнем виде уезжавшего Петра и вернувшегося Петра. Первое. Ну, рассмотрим того Петра, который уезжал. Это был человек среднего роста, плотного телосложения, имел короткие волосы, там, подстриженные, да, до шеи. И уезжал, когда ему было 26 лет. А вернулся в 28, соответственно, ну, 2 года, если он плавал, ездил там по Европе, осматривал, как она живет, изучал. А вернулся человек высокий рост, высокого роста, худощавый, да, длинными волосами, ну, возможно, отрастил до плеч, да. Возраст человека на портретах, ну, где-то 1701 год, это по юридорскому календарю, составлял около 40 лет. Неужели вы думаете, что за 2 года человек может так сильно состариться? Ну, я бы лично в этом сомневался. Ну, что же, давайте посмотрим далее. Что еще, может быть, нам будет интересно рассмотреть? Сразу же после приезда, еще один из фактов, да, горячо свою любимую жену Евдокию, которую он очень сильно любил, писал письма ей. Эти письма можно посмотреть, в принципе, если вы хотите найти в интернете покопаться, или в музей сходить посмотреть. Есть доказательства того, что там написано «Дорогая моя горячо любимая жена», и так далее, да. То есть, явно говорит о том, что человек имеет какие-то чувства к этой женщине. А после того, как он вернулся, сразу же, получается, отправляет ее, сослал ее в монастырь. То есть, смотрите, друзья мои жили, жена в монастырь отправила. То есть, такое ощущение, что делается все, чтобы не было доказательств того, что никто не обнаружил, что человека подменили. Продолжим дальше. Что же еще было интересного? Смотрите, если, например, мы посмотрим здоровье Петра, да, то Петр, уезжавший, был молодым, таким здоровым, нормальным парнем, не курил, пил вино немного совсем, иногда был тик лица у него, когда волновался. Но это естественно для молодых людей в этом возрасте. Вернувшийся Петр был болен лихорадкой. Эту болезнь можно подхватить тропической лихорадкой. Эту болезнь можно подхватить только, будучи в южных водах, или же непосредственно в самих тропиках, через южные воды. А как мы знаем, великое посольство ходило северным путем. И подхватить там тропическую лихорадку было практически, не то что практически, а невозможно. Лицо у него имел такой синюшный оттенок, о чем свидетельство, что он лечился ртутными препаратами. Именно этими препаратами раньше лечили тропическую лихорадку. Так же у него был тик лица, да, когда волнуется, много курит и много пьет. Ну, обыватель скажет, что человек может измениться за два года, научиться курить, научиться пить в Европе, да. Но давайте дальше посмотрим. Что же еще, какие отличия мы можем найти во всем этом. Обратимся к образованию. Уехавший Петр, это высокообразованный молодой человек, знает математику, астрономию, военно-инженерное дело, поражает собеседников своими знаниями. Хорошо говорит, хорошо знает русский язык, цитирует Библию, да, практически наизусть которую знает. Ну, вроде их нормальный русский человек того времени. Что же мы посмотрим, если на Петра вернувшегося? То есть, первое, это поражает своим невежеством. Раз. Необразованность. Плохо говорит по-русски. Русские слова русскими буквами не пишут, пишут латиницей. И, кстати, до конца жизни так практически и не научившись писать по-русски. Как вы считаете, можно такое произойти? Ну, по моему мнению, сомневаюсь, да, что за два года можно забыть свой язык, забыть свои буквы и так далее. Ну, это тема для размышления. Зерк. Продолжим. Продолжим наше сравнение. Значит, что же мы посмотрим, если мы посмотрим на его дела, на творения, да, например, вот армия и флот. Значит, насколько мы знаем из школьной истории курса, то все детство Петра проходит в военных играх, да, то есть, разводы военные навыки. Вспомните его армию, потешные полки и так далее, да. То есть, он научился фактически управлять войсками. Отличился при взятии Азова, да, это мы тоже можем из истории почерпнуть, которую мы сейчас видим, да. Что же мы видим в Петре, который вернулся? Это, во-первых, отсутствие военных навыков. То есть, управление войсками сам практически не управляет, а передает меньше кого. Или иностранцам, которых также, кстати, приглашают. Об этом чуть позже. Если командует войсками сами, войсками сами, сам, то всегда проигрывает. Проявляет личные навыки только в обладении абордажного боя. Ну, опять же, давайте посмотрим. Абордажным боем просто так нельзя научиться, да. То есть, нет-нет, и раз появились навыки. То есть, это искусство, которому надо как бы лично учиться, на опыте. А давайте же взглянем. На карту того времени и посмотрим. То есть, если мы обратимся к первой британской энциклопедии, то мы видим, что Московия, которой управлял, кстати, Петр, да, не всей России, как нам говорят учебники, а вот Московия только, до конца своей жизни практически он только ею управлял, не имеет выходов к морям. Это раз. То есть, научиться абордажному бою было негде. Второе. Если мы рассмотрим следующую карту более подробно, то мы увидим, да, был выход в Белое море, но оно не было, как бы, морем-то его назвать трудно. Да, Петр бывал там несколько раз, даже попал в бурю, о чем, ну, средство этого он поставил крест на берегу. И все. То есть, реально обучиться абордажному бою было негде. То есть, есть еще одна из ноток, как бы, зацепок того, что все-таки реальный Петр был заменен. Собственно говоря, почему он был заменен, да, вопрос возникает. Но я думаю, что есть определенные силы, которые все время покушались на империю, которая была, которая принадлежала Московии когда-то, да, или Московской Татарии иногда называют. Если вы более углубитесь в знания, поищите по интернету, вы расходите эту тему более глубоко. Которым не нравилось, сильный сосед, и которые хотели все это уничтожить. Вот. Значит, и предложить-то, в принципе, молодому царю, они ничего не могли, да, потому что он и так был царем. То есть, ничего не оставалось, как просто его подменить. То есть, даже не искали человека, похожего на него. Просто подобрали более-менее такого. И все. Ну, давайте рассмотрим все его, теперь все его деяния. Как бы, какие же деяния он хорошие сделал за все свое правление, за то, что мы с вами его, да, то есть, ну, мы же тоже к этому отношения имеем к нашим предкам, да, то есть, русские люди и другие народы, которые с нами проживают, назвали его великим. Значит, вот, посмотрите на картинку, вы видите, что вводит много налогов, да, вводит, то есть, налоги, которые простых обывателей, граждан его страны, которые направляют эту территорию, да, делают нищими. Начинает спаивать народ. Каким образом? Возит алкоголь, да, водку. Кстати, на Руси в то время, не только на Руси, например, на территории Московии, да и на другой территории, которая находилась в восточной, так называемой Европы, пить было не принято. То есть, самыми предкими алкогольными напитками считался класс. Да, и то его не всем давали. Вот. Что делает Петр? Петр, он привозит водку, начинает спаивать народ, то есть, устраивает гуляния, сам спаивает, причем на водку водит монополию, то есть, государство обогащается за счет того, что народ беднеет, как я уже говорил, вводит многие налоги и тем самым угнетает свое население, доводит его до немыслимого состояния, да, это раз. Второе. Вводит, вернее, не вводит, а делает более жестким крепостное право, то есть, крепостничество. И, хотя, ездя по Европе, он мог видеть, что крепостное право там практически исчезло, то есть, оно уже исчезало. И если это был нормальный человек, да, хороший там правитель, то, значит, он мог это увидеть. Если он этого не увидел, то его нельзя допускать. к власти и просто угнетать, собственно, народ, да. А что такое крепостное право? Это фактически рабство для народа. То есть, каждый народ начинал, весь народ становился подчиненным каким-то к низкам, там, и так далее. Ну, я не думаю, чтобы вам это понравилось, если бы вы вдруг стали кому-то подчинены и не имели бы своего права, да, на что-либо. Вот. Далее. заменяет июлянский календарь, да, летоисчисления и выкидывает 7208 лет нашей истории с вами, то есть, того народа, которым руководил. И, можно сказать, вводит, таким образом он ввел июлянский календарь, и получается, в лето получился 1700 год. То есть, в лето 7208 у нас остался 1700 год. То есть, 52008 истории 508, да, исчезло. Куда исчезло? 55008 лет. А вы об этом знаете, но, может быть, по последним классам, может быть, кто-то и знает, но большинство об этом просто не имеет никакого понятия. А вы же опять можете сказать, да, откуда эта летоисчисления началась? У наших предков было очень много моментов, от которых велось летоисчисление. Это и, например, вот если на сегодняшний день посмотреть, например, сейчас идет 7520 год сотворения мира в Звездном Храме. Значит, что такое сотворение мира в Звездном Храме? Когда-то. Значит, была, очень большая война с так называемой Аримией, которая покусилась на нашу территорию, да? Аримия – это сегодняшняя Чайна, как ее называют везде, да? Или так мы с вами ее называем Китай. От слова Кит изгоди, да? Страна, отгороженная забора. Ну, я утрирую. Была великая Ассия. Ассия – это война. Значит, и наши с вами предки одержали победу, которая далась им очень большой ценой, очень большие потери были. И с этого момента началось новое летоисчисление. Так вот, на сегодня это 7520 год. Значит, символ этой победы Георгий Победоносец. Сейчас можете посмотреть на картинку, да? То есть, это всадник, пронзающий копьем змея. Змея – символ Китая. То есть, все в истории есть, просто немножко перевернуто. Дальше проводим. Ну, я говорил, что есть несколько для этого исчислений. Я могу просто привести примеры, уже не расписывать более подробно. Например, сейчас идет 13020 год от похолодания Великого, да? Или 106790 год от сотворения Асгорода и Рийского и так далее. То есть, просто привязывались исчисления лет к каким-нибудь событиям. Очень важно. И все. А ведя юриданский календарь на территориях, на территории Москвы, Петр просто обрезал историю и началось изменение, фальсификация истории всеми нами знающими, Байера, Шлёцера и Миллера. Позднее уже, да? То есть, это дало повод фальсифицировать историю, чтобы вы понимаете, что народ силен своим прошлым. Если прошлое не знать, то значит и не знать, собственно, что будет в будущем. Вот. Я думаю, всем будет приятно знать, что у нас намного больше истории, чем нам приписывают летописи. Дальше, значит, продолжим. Издал указ, вопрос о свезении в Москву всех книг. Да? Для чего? Ну, для того, чтобы якобы снять копии. Только интересное дело получается. Есть Соловецкий монастырь, который два года не выдавал книги. Он был осужден войсками. То есть, не просто так. Книги изымались. Понимаете? И после того, как свезли книги, никто не видел ни копий, ни оригиналов. Просто шло банальное уничтожение. И все. То есть, ничего хорошего не шло. То есть, я расписываю сейчас все поступки, которые, за которые мы назвали Петра Великим. Можно посмотреть дальше. Что же еще Великого сделали у нас с вами? Вы скажете, да? Прорубил окно в Европу. Ну, давайте рассмотрим это событие. Многие могут сказать, да, очень хорошо, да, вывел Россию к морю и так далее. Значит, я сомневаюсь в этом. Я думаю, что нам, тем людям, которые жили тогда в Москве, было и без выхода в море, и в окно в Европу намного лучше. Смотрите, мы вели войну со Швецией, да, в частности, которую развязал Петр. приехавший уже. Победив шведов, он ослабил их влияние на всю Европу и тем самым сделал выход из своей территории к морю и прорубил окно не в Европу, а для Европы. Потому что по существующим ведическим законам и понятиям нельзя было просто так проникнуть на территорию Московии и другие территории Тартарии, да, невозможно было проникнуть. То есть людей пропускали торговых и то не всех. Понимаете? А после этого, как он прорубил так называемое окно в Европу в кавычках, в Москве хлынуло очень много иностранцев и при том не самых хороших. Да? Для чего? Для того, чтобы объединять, разворовывать страну и все, не более. Ведь вы посмотрите в фильмах. Это насильно сгонялись мужики в армию. Армия формировалась по типу европейской. Хотя на тот момент у нас были намного лучшие силы. Это и стрелки и казачество. Понимаете? Ну, началась формироваться армия. То есть казаков изгнали, стрелков тоже уничтожили. Началась формироваться армия по европейскому образцу. А вы посмотрите фильмы. Мужики простые стоят, над ними издеваются иностранные солдаты. Ничего не понимают. Которые даже между собой языка не могут понять. Потому что они же русского не знали. Одевают в эти посмерщие одежды которые не подходят к нашему климату совсем. То есть просто издевательство и разворовывание бюджета. И опять же как я говорил ранее то есть ввел налоги монополию на водку народ спаивался семья обеднялись разорялись и так далее. Уничтожались. Не получается куда все деньги шли? Деньги все шли на армию и на другие дела. Ну не столько уж это было полезное дело. Потому что все деньги которые поступали в бюджет половина тут же разворовывалась проходимцами которые набив карманы тут же уезжали к себе в Европу а ноги оставались далее разворовывать Россию. Ну не Россию а Москву своими словами как бы надо все называть. Что не есть очень хорошо для народа. Продолжим. Что же еще интересного в этом все-таки сделала наша территория. Значит это произвел многие церковные реформы на самом деле все церковные реформы были направлены на то чтобы ослабить влияние церкви она больше ну в том числе и на это влияние тоже но больше всего они были направлены на то чтобы уничтожить все-таки ведическое мировоззрение уничтожить тех людей которые ушли в подполье с ведическим мировоззрением потому что в основном гонения на них были потом что же еще хорошо у нас делал заставлял снимать колокола церквей якобы для летия пушек для флота и для армии хотя и так было очень много железа для того чтобы этого не делать то есть гумился и издевался над народом просто на той территории которой команда да которую руководил вел развратный образ жизни это вы тоже можете посмотреть даже по фильму пьянки гулянки и так далее из-за этого мы с вами назвали его великим ну сомневаюсь я если вкратце так посмотреть подвести итоги как бы всего того что сотворил это Петр который который подменили который приехал руководил нами с вами нашими предками 25 лет то можно костина складывается отнюдь нехорошая получается что когда он заступил на свой престол то есть на Московию там можно сказать что проживало где-то ориентировочно около 18 миллионов человек в Московии если вы посмотрите вот эту карту сейчас я 18 миллионов человек проживал на то время в самой Европе проживал около 20 миллионов человек то есть Московия была ослаблена постоянно идущими войнами ну приблизительно в войнах погибло около 2 миллионов человек это не так уж и мало как нам кажется ну и так еще очень много народу просто погибало загибалось от бессилия и от уничтожения просто прямого так вот подойдя итоги можно сказать что экономика страны пришла в упадок это раз второе численность населения сократилась с 18 до 16 миллионов человек за 25 лет ну некоторые обыватели могут сказать что такое 2 миллиона да как я уже говорил там в войнах еще так далее нет 25 лет это как бы не одно поколение да если прикинуть что в те времена каждой семье было по 10-12 детей а то может и больше ну ладно давайте отнимем что там некоторые умирали и так далее ну допустим возьмем 5-6 детей выживало да там 2-3 поколения за это время прошло то вы посчитайте сколько должно быть народу то есть население с 18 миллионов должно было как минимум в 3 раза увеличиться как минимум в 3 раза понимаете а теперь прикиньте какой был геноцид да я не побоюсь назвать это слово то есть истина вот геноцид русского народа и других коренных народов которые проживали на этой территории понимаете ничего более с этого момента все начинается и хотел бы как бы подводя итоги сказать что приехавший Петр который приехал он был в Европе ради интереса вы можете по ссылкам которые у нас выложены почитать есть такая интересная статья средневековая Европа в Трехик по ответу да там очень хорошо описывается что это было за Европа в которую он ездил и что она из себя представляла не туалетов вшивая блохастая да грязная неумытая и так далее и вы думаете что все это насаживалось к нам с вами к людям которые каждый день ну хотя бы раз в неделю минимум ходить в баню париться и так далее глубоко сомневаюсь в этом как бы вот подводя теории можно сказать что просто изучайте читайте что вам преподносит сомневайтесь ищите истину на этом свою часть доклада хотела закончить что если есть какие-то вопросы задавайте пишите ответим в конце выступления благодарю за внимание сейчас мы поговорим о русском языке слово предоставляется Андрею Кузнецову здравствуйте уважаемые друзья в своей части лекции я хотел бы поведать вам о таком аппарате нашего общения как о русском языке значит то с чем мы с вами сталкиваемся буквально с первых лет нашей жизни то есть мы учимся общаться говорить мы с вами говорим на языке русском так вот хотел бы поднять вопрос то чем велик русский язык и каким он подвергался изменениям за последние тысячу с лишним лет на своих экранах вы можете видеть эта буквица это тот значит та основа так сказать азбучная истина которая была доступна нашим предкам буквально в начале первого тысячелетия та значит основа которой успешно пользовались как показывают и археологические раскопки и различного рода исследования пользовались наши предки тому подтверждением служит как и находки новгородских летописей которых на данный момент если не ошибаюсь около полторы-две тысячи найдено тогда этой буквице пользовались ну не то что вельможи не то что князья а обычный люд они переписывались они общались они передавали друг другу информацию как мы сейчас пользуемся интернетом смс сообщениями и так далее то есть то же самое происходило при помощи берестяных грамот но хотел бы заметить что в той буквице было значительно больше тех самых буквиц что говорит о том значит какая была основа у нашего современного языка основа у нас была следующая что каждая буквица представляла собой не просто созвучие звуков то есть как сейчас чисто фонетика ничего более а каждая буквица представляла собой именно набор образов то есть она означала даже не один образ а в зависимости от контекста то есть от других буквиц находящихся в этом слове приобретала другое значение то есть по сути слово представляло собой не просто определенное значение а набор образов который полноценно передавал ту реальность которая окружала наших предков я понимаю что возможно сложно принять и понять это с ну как бы с высоты нашей сегодняшней действительности но с другой стороны хочу обратить ваше внимание что как бы тот язык был в разы богаче в разы более четко передавал действительность нежели наш современный несколько упрощенный измененный язык что же произошло с нашей буквицей позже перед собой вы видите иллюстрацию это церковно-славянский язык это то что принесло нам христианство из кавычках просвещенной Европы конкретно из Греции к нам пришли миссионеры принесшие нам еще даже не православие а правоверную веру греческую какое оно на тот момент называлось значит по сути греки имеющие свое мировоззрение имеющие свой собственный язык пришедшие сюда не справились скажем честно с нашей буквицы того времени она не была как бы доступна им в силу определенной своей сложности и они решили изменить ее под собственное понимание другими словами убрали из нее целый набор образов буквиц чем значительно значит объединили наш с вами язык кроме того некоторые буквицы как вы можете видеть были изменены и по своему образному значению то есть то что было самой основой нашей с вами языка то есть это азбоговеды боговеды глаголе добро передавалось как набор образов уже не связанных между собой то есть азбуки в виде глаголей добро и так далее как бы вот все эти изменения как бы приводили русский язык к тому состоянии которое он пришел сейчас поэтапно вот это очередной этап значит вот что представляла собой буквица до всяческих изменений то есть вы можете прочитать как в строку как сверху вниз заданно вперед приложив немного как бы осмысленности каждому из этих образов прочитать целое предложение причем осмысленные которые передавала только буквица не говоря о том какие дополнительные образы ложились еще на каждую буквицу по отдельности вот что произошло после изменения вы видите пустые пятна это потерянные образы это потерянная часть нашего языка что же мы видим сейчас в начале прошлого века публицистом значит планачарским ученым в кавычках значит наш образный уже несколько обкармливанный язык превратился в то что мы с вами учили с детства это набор фонетических звуков в определенной последовательности которые не несут в себе никакого ни смысла ни образа это лишь составные части слов которые мы произносим давайте рассмотрим на примере несколько образов тех которые несли нам с вами буквицы к примеру третья буквица веде ведея означает мудрость на земле небесах веду глаголи глаголи передавать мудрость фердь воля свобода гордость благородства сейчас представляет собой просто произношение тех или иных букв можно разобрать на примерах несколько слов то есть каким образом происходило значит упрощение нашего языка одно слово сейчас мы произносим одинаково тогда каждая из этих буквиц имела и другое произношение произношение этих букв со временем мы растеряли и сейчас мы произносим это как мир но мир имеет разное значение и сейчас пишется все значения одинаково то есть потеряв образность мы потеряли часть богатства нашего языка то есть для того чтобы написать передать одному человеку значение слова мир его нужно вставить в определенный контекст чтобы собеседник понял о каком мире мы ведем речь значит как вы видите мир через современную букву и это состояние без войны мир через в современном нашем понимании латинскую однако это была именно наша буквица а не заимствованная из латинского языка буква значит и мир с двумя точками хочу обратить ваше внимание что наш фольклор наши пословицы поговорки сохранили огромное количество богатства именно примеров богатства русского языка в том числе такое выражение как расставить все точки над и это выражение по моему представлению где-то в средневековье когда отказавшись от буквицы все пользовались кириллицей и в некоторых словах было сложно понять что означает то или иное слово обозначая его одной буквой и с одной точкой наверху приходилось расставлять дополнительно точки чтобы передать смысл полностью то есть ну как бы такие подробности еще примеры разбойник да в современном понимании это преступник значит совершив преступление имея в руках оружие однако многие слова потеряли свою образность а так же был видоизменен их смысл разбойник это значит боец за свет идет в бой за знание то есть боец за светлые силы развитие опять же образ это всегда всегда свет всегда излучение то есть из центра наружу когда выходит энергия другими словами развитие то есть витие при помощи света знаний рассвет просветление через знание такое всем нам известное понятие как вера сейчас мы его так или иначе согласуем с религией однако понятия у нас несколько изменились на тот момент вера означала ведание истины ведание света в себе то есть именно быть добрым светлым человеком а не молиться какому-то богу ставить свечки или же заниматься еще чем-то радуга то есть другое объединение света такое современное понятие аристократ то есть человек по нашему современному пониманию владеющий какими-то богатствами ведущий себя зачастую вызывающие как бы необычно по сравнению с остальным именно из-за своего тщеславия однако понимание наше изменилось хотя написание осталось тем же арий то есть это славяно-арийские племена это белый человек 100 то есть много один из ариев то есть по сути и ничего более всем нам знакомые или незнакомые надеюсь все-таки незнакомые значит слово привычка привычка значит мы так или иначе сталкиваемся с такими вещами как люди употребляют алкоголь курят или занимаются какой-нибудь ерундой значит с легкой руки называют это привычкой что допускаю себе вот такую слабость но давайте разберем что же означает привычка если касаться образности речи означает это присоединение то есть к жизни к нашей ограничения ну то есть когда мы оставим себе ограничения в нашем развитии то есть мы не даем себе развиваться именно позволяя себе заниматься ерундой вот пример берестяных грамот которых найдено уже огромное количество где как вы можете заметить буквицы писались сплошным текстом где каждая буквица имела свой образ знаки применения и разделение слов писалось не писалось то есть не было смысла разделять слова так как образность речи позволяла воспринимать текст как уже то есть в целом а не пытаться выдергивать из него куски попытаться их понять по-другому то есть если заниматься этим всерьез если попытаться ну хотя бы элементарный текст прочитать то для вас перед вами предстоянет мир который вам как бы в жизни еще не удалось увидеть то есть вы поймете насколько великий богат и могуч был русский язык о нем столько было написано да а в чем же его богатство то есть это можно в принципе приложив усилия заинтересовавшись этой темой можно как бы открыть для самого себя вот еще один из образцов славянской письменности это Велесова книга которая опять же при помощи пропаганды наших врагов значит преподносится нам как подделка однако текст написанный как бы на старославянской старославянской руникой как бы мало того что он не вызывает сомнений то есть в в подлинности этих значит деревянных дощечек так как фотографии сделанные с них датируются сорок вторым годом когда ни фотошопа не значит не было аппаратуры для подделки фотографий ну хотя бы касаясь этого опять же куда пропало так как как и многие другие образцы нашего значит великого значит прошлого остается спросить у наших врагов мы не владеем информацией где сейчас находится великова книга будем надеяться что она у кого-то хранится и когда-нибудь удастся получить ее оригинал очень радостно что есть возможность хотя бы по фотографиям изучить то что было в ней написано если опять же заинтересуетесь в интернете уже есть если я не ошибаюсь несколько переводов значит велесовой книги где описывается история славян за последние 9 что ли тысяч лет то есть ту часть истории которая украдена была с легкой руки немецких историков миллера шлёцера и байера у нас есть возможность восстановить если опять же заинтересуются люди которые будут этим всерьез заниматься если историки все-таки отримут тот значит те шаблоны которые им были навешаны в школе в институтах и так далее здесь представлены образцы от русского и нового от русского алфавитов значит образец если опять же заинтересуетесь значит письменность у них была схожа как по написанию так и по образам несущимся в этой символике единственное это русский алфавит вмещал в себя знания как буквицы частично так и руники вот пример значит буквицы в котором передается дополнительно значит значение на тот момент сейчас попробую найти на тот момент значит славяне не пользовались ни римскими цифрами ни арабскими на тот момент цифровые все вычисления записывались буквицей каким образом то есть чтобы не не было никаких никакого непонимания ставилась надстрочный знак назывался он тетло это вот как вы можете увидеть над каждой буквицы ставилась такая значит такой надстрочный знак который передавал числовое значение также существовали тетло мерное тетло буквенное ну и так далее то есть надстрочных знаков было определенное количество значит эти значит надстрочные знаки передавали что та или иная буквица обозначает то или иное число система вычисления опять же была очень интересная существует целая наука целый отдел то есть это арифметика те знания которые я очень рад что они не утеряны сейчас они восстанавливаются есть люди которые занимаются обучением этим наукам но опять же целесообразность человеку уже как бы получившему шаблон вычисления в десятиричной системе пытаться все понять шестнадцатеричной ну очень сложно это как минимум очень сложно это образец значит нашего календаря календарь так называемый который использовал со славянами вплоть до пришествия Петра где значит в году было 16 9 месяцев по 40 41 дню календарь этот был солнечный то есть где основными датами были дни осеннего весеннего равноденствия и значит дни зимнего летнего солнцестояния а также год начинался точнее лето годом он стал при Петре лето начиналось с сентября значит ну и как бы с этим опять же если заинтересуетесь есть сейчас достаточно информации достаточно насыщенная то есть эта тема чтобы в одну лекцию это все вместить у нас еще есть материал если у нас позволяет время маленько все-таки развернем одну тему которая перекликается как с нашим фольклором так и с вот с нашим повседневной жизнью то есть у славян опять же до прихода Петра до прихода и юлианского календаря у нас также существовала другая мирная система чем же она отличалась значит система используемая нашими предками была пядевой то есть пять это расстояние между вытянутым большим и указательным пальцем у людей разного роста пять равнялось разному количеству то есть примерно от 16 до 19 сантиметров что позволяло каждому человеку пользуясь этой системой шить себе одежду именно под свой рост строить себе дома никому другому а именно руководствуясь своим габаритом так сказать значит пядевая система включала в себя основные меры это пять стопа локоть аршин то есть причем стопа равнялась двум пядям локоть трем аршин четырем шаг пяти дальше идет такая часть которая называется мера то есть мера равнялась шести пядям что в переводе на современную меру среднего человека равняется где-то метр два сантиметра метр шесть но хочу заметить что вот эта именно мера была принята как за основную именно в мерной системе которой мы пользуемся на сегодняшний день и название возможно было взято именно из нашей славянской системы измерения то есть мы метрами сейчас пользуемся раньше мы это расстояние назвали мерой значит следующее опять же очень интересное привлекается абсолютно с нашим фольгаром мера это лоб думаю все из нас пользовались так или иначе фразой семи пядей во лбу понимая под этим что человек очень умный однако раньше лбом считалось не вот эта часть у человека это вообще тело а вот это то есть вот это лоб человек имеющий семи пядей во лбу то есть если перевести он где-то метр двадцать четыре ростом то есть ну по сути уже не ребенок ничего более это не какой-то особо умный или одаренный человек это просто уже не ребенок значит далее идет столбец посох сажен и круг опять же это лишь основные меры то есть существовали еще значит малые меры дополнительные средние меры и большие меры которые именно помогали вычислить как микроскопические расстояния так и можно сказать космическом масштабе так как самое большое это дальняя даль она представляет собой если я не ошибаюсь 500 миллиардов километров то есть дальняя даль это это 16 тысяч светлых далей светлой далию считалось расстояние до солнца причем в различных солнечных системах любой астроном физик может вам объяснить что расстояние от заселенной планеты до солнца должно быть приблизительно одинаковым почему для того чтобы как не перегревать поверхность той или иной планеты так и не ее остудить то есть ну представляете какими знаниями владели наши предки раз вычисляли расстояние пользовались именно чему подтверждение можно идти как в славяно-зийских ведах так и индоарийских ведах где передается именно значит такие значит меры как микроскопические малая мера времени как сиг или миг так и огромные меры именно расстояние расстояние между звездами расстояние между планетами и так далее то есть для высокоразвитой цивилизации проживавшей на нашей планете тысячи лет назад такие вещи как перемещение между планетами было повседневной вещью то есть это опять же до катаклизмов случившихся позже об этом в интернете на наших сайтах опять же есть огромное количество информации человек заинтересовавшийся этим как бы может для себя раскрыть это все перейдем перейдем значит мы значит предлагаем вам ознакомиться со статьями которые выложены у нас на сайтах то есть как на нашем сайте так на советнике здесь о замалчиваемой на истории России значит зримый незримый геноцид это те основные вещи которые по-моему как бы должны важны для каждого человека который интересуется своей историей то есть что же вот конкретно какие подмены и какие изменения претерпевала наша история за последние годы так еще нам наверное сегодня надо начать отвечать на вопросы предоставлю слово Алексею он читает ну в общем-то подготовленная часть докладчиками дошла по концу некоторые просили ссылки для того чтобы более подробно посмотреть другую информацию либо по той информации о которой говорили ребята более детально почитать более детально ознакомиться кроме того также пожалуйста пишите на сайт Омской ячейки русского общественного движения я давал ссылочку там есть контакты и тех ребят которые выступали сегодня и те кто будет уступать в дальнейшем кто уступал уже ранее запись конференции мы также выложим вы можете посмотреть замечательные вот здесь ссылочки замечательные два видео Петр и Петр отлично атакен разложил именно то что сегодня говорил Дмитрий все это с картинками все это понятно в общем-то по просмотру небольшого фильма складывается полностью впечатление о том величии Петра какое оно величие и каждый в общем-то человек который умеет думать может сделать вывод о том насколько же был велик Петр бесспорно его можно назвать великим но не для нашего народа конечно же а для тех для кого он все это делал на кого он служил и так далее то есть для них да он действительно великий но если говорить в рамках народа нашего народа русов то к сожалению величие его не соответствует действительности можно поставить в кавычки и так же второе видео Великая Тартария Империя Русов достаточно интересно подана информация в общем-то опирается на карты на артефакты и так же понимание появляется о том что та империя славяно-арийская империя которая сейчас на территории которой находится Россия о том что как достаточно интересно показательно с доказательствами раскладывает так же Атакин посмотрите рекомендую всем и каждому фильм небольшой но достаточно содержательный на тех крупицах знаний которые мы имеем на тех фактах которые мы имеем на сегодня достаточно логично все понятно в принципе рекомендую так что еще надеюсь запись данной конференции будет выложена вы все более детально посмотрите еще раз сейчас хотелось бы перейти к ответам на вопросы пожалуйста так же присылайте вопросы в чате мы будем брать их из чата и отвечать по очереди пока вопросов не поступило в чате прошу значит писать сейчас для ответов на вопросы слово предоставляется Андрею Кузнецову приступим к ответам на вопросы первый вопрос нам прислал значит Титов Алексей Анатольевич что вы можете сказать про Сгартовское Духовное Училище насколько информация даваемая здесь значит номер сайта соответствует действительности и ваш взгляд мой личный взгляд там большое количество очень интересной информации то есть советую стоит посмотреть насколько это соответствует действительности судить каждому кто сам это все увидит ну мои искренние рекомендации то есть я против этого сайта и Асгардское Духовное Училище личных никаких каких-то предвзятого отношения я не имею люди занимаются своим делом молодцы остается за них порадоваться выкладывают информацию да опять же делятся полезными вещами то есть специфика именно величие богатства славянской культуры там раскрывается в полной мере заслуживающие внимания так непонятное имя озерский зеленка а значит какие тайны раскрывают славяно-арийские веды что это такое вообще вед как бы есть несколько разновидностей это славяно-арийские и индо-арийские веды их несколько несколько штук значит славяно-арийских четыре основных существуют еще дополнительные комментарии ну опять же судить о них читающим людям их за как бы за первые четыре части славяно-арийских вед ну моей опять же искренней рекомендации советую почитать каждому человеку которому не безразлична культура славян то есть там опять же рассказывается уже история значит наших с вами предков за последние 40 тысяч лет то есть опять же стоящие так Радченко Борис Васильевич славяно-арийские веды на которые ссылается Энварь Левашов часто называют фальшивыми что вы можете сказать показать по этому поводу нас уже столько дурачат что народ с недоверием равнодушием воспринимает поток информации которая льется на него Левашов тоже допускает намеки довольно часто ну что можно сказать называют фальшивками как ни странно только славяно-арийские веды индоарийские веды такой критики не подвергались никогда хотя источники равноценные скажем так и сомнений у всего мира не вызывают только индоарийские эта ситуация несправедлива на мой взгляд опять же судить об этом вопросе могут не только историки но и люди интересующиеся этими вопросами опять же можно найти огромное количество подтверждений той информации которая передается именно в славяно-арийских ведах опять же этой темой нужно всерьез заинтересоваться и вы найдете тысячи десятки тысяч примеров в нашей с вами действительности подтверждающие те вещи которые передает нам значит ведическое мировоззрение которое в полной мере раскрывается как в славяно-арийских ведах так и в индоарийских значит Левашов допускает намеки и довольно часто я как бы знаком с тем что говорит Николай Викторович и ни разу не слышал чтобы он сомневался в их достоверности единственное опять же я в этом его мнение разделяю в том что первые четыре части именно переданы как бы достаточно точно то есть а остальные это уже как бы мнение расходится так четвертый вопрос русов руслан ответьте на тему гиксосов гиксосы это племя дровидов и нагов проживавшие в древней Индии до второго славян-арийского похода если опять же заинтересуетесь этой темой можете узнать маленько не понимаю как бы вопрос всего три слова и ну такой будет ответ Лавровская Надежда Алексеевна можно ли опираться на расшифровку русских слов по тердием он указывает образно многие языки не только славян-арийский ну давайте вот этот вопрос разобьем на две части в первой части значит можно ли опираться вообще по тердием ну настолько насколько знаком с его деятельностью именно распространяет информацию о образности речи именно передает образы буквицы за что ему опять же очередной раз спасибо как и за распечатку славян-арийских вет насколько он точно передает расшифровку опять же судить вам но как бы занимаясь вот этой темой возможно у вас получится лучше то есть все карты в руки занимайтесь опять же это дело должно быть ни одного дня ни одного человека по тердием все вот это огромный пласт информации сам возможно не справится то есть нужны люди которые бы интересовались занимались делали именно полезные вещи ну опять же это должно быть ну на уровне хобби что ли всерьез как бы это нужно именно всего себя отдать этой теме чтобы именно заниматься этим всерьез значит он навязывает образы на многие языки не только славяно-риски в общем да в общем я упоминал что есть определенная взаимосвязь между русским и русским языком а также есть я занимался этим вопросом это очень интересно это тема можно сказать не одной лекции если взять именно происхождение европейских многих из европейских языков то есть они появились не случайно то есть опять же если заинтересуетесь вы узнаете что был были походы значит в Европу что эти земли заселялись заселялись нашими предками то есть те люди которые сейчас проживают во Франции Англии Германии Италии Испании многие из них это наши как бы родственники пускай дальние пускай они давно туда ушли но тем не менее это наши родственники просто ушедшие своих родных имели само собой что они с собой унесли и наш богатейший язык но утеряли во многом как его образность что и произошло с русским языком так его корни то есть они многие даже уже не помнят от какого языка все произошло ну элементарно не будем далеко ходить то есть можно взаимосвязь между английским языком и русским определить буквально в каждом слое более-менее старым к примеру обращение вернее самоопределение человека англичанина который говорит I am и доктор ну предположим человек так говорит если спросить у англичанина почему он называет себя I am вряд ли он вам даст какой-то более-менее разумительный ответ однако если вы заинтересуетесь старославянским языком то обращение I am у нас произнеслось как азьезьмь то есть элементарно человек представлялся и говорил что азьезь доктор врачеватель и так далее то же самое перекочевал английский так Левченко Владимир Анатольевич прокомментируйте пожалуйста сионские протоколы или протоколы сионских мудрецов на мой взгляд эти документы могут объединить не только русов но и многие народы вокруг святой Руси ради спасения громкий вопрос вот суть я если честно не понимаю как вокруг знаком с протоколами читал есть определенное мнение как вокруг этого документа кого-то объединить извините я вас не понимаю ради спасения святой Руси как бы это я с вами не согласен в этом вопросе мое личное мнение что эти протоколы не имеют такого веского значения чтобы вокруг них кого-то объединять но это опять же мое личное мнение так фальков валерий анатольевич известная ли судьба красивой девушки в саркофаге может это опять магия вуду а ведь наши предки умершие сжигали с магией вуду если честно я не знаком не знаю ни что это такое одно название только а девушки в саркофаге действительно значит в прошлом веке была обнаружена девушка находящаяся в непонятной жидкости заключенная в стеклянный саркофаг ну опять же все хранится в нашем с вами фольклоре такая вещь как сказка значит о спящей царевне и семи богатырях думаю каждому ребенку известно по крайней мере старшее поколение где девушка была с семью богатырями заключена в хрустальный саркофаг то есть гроб и подвешена в ожидании своего принца ну видимо она принца своего не дождалась ну с вопросами вроде бы все есть еще так про войну с Китаем расскажите пожалуйста как шла война между нашими и Аримами сколько было стоя с другой стороны воинов на мечах сражались сколько погибло с обоих сторон ну вопрос как бы с нашей темой сегодняшней перекликается ну а в как бы потерях и количестве воинов стоили с другой стороны ну сейчас я вот не готов вам прям точно я не готов вам точно передать сколько же там если опять же эта тема интересная можно ее раскрыть можно подготовить материал пишите просите мы подготовим и расскажем так следующий вопрос вроде не дальнего дальнего источники а поморы на почти чистом санкрите говорят да сталкивался есть интервью одного значит ученого индейского который именно изучает санскрит занимается расшифровкой уже не один десяток лет и когда значит он приехал проводя исследования на территории России сюда и пообщался с местным населением был поражен до потери дара речи так как мы говорим ну не на практически чистом санкскрите я же как бы говорил да в своей части что мы потеряли не только образность но и произношение так как той же буквы и или е в реальном русском языке было по 3 по 4 штуки то есть она была и краткая и ровная и долгая и носовая и так далее в произношении мы потеряли потеряли несколько в образности но смысл тех или иных слов сохранился до сих пор то есть да мы можем гордиться мы говорим на санскрите на его несколько видоизмененной форме но тем не менее это имеет место быть что-то еще вопрос откуда пошло слово мама оно на всех языках почти одинаков ну мама это лишь один из примеров то есть если вы заинтересуетесь вы найдете не то что там десятки сотни тысячи тысячи примеров в разных языках абсолютно ну вплоть до японского если опять же заинтересуетесь советую всем прочитать книгу 5 сенсаций Александра Дорогункина где он связывает русский язык во первых с латинской группой то есть вообще с латинским языком а во вторых с английским буквально тысячи примеров без проблем прям вот на ходу лезут в голову элементарно к нам сейчас вернулось слово из английского визуальный мы с вами его регулярно употребляем говоря о том что мы видим да не вдумывая смыслу то есть написание звучание его на английском на английском это звучит как visual то есть вижу вижу я что-то то есть вот это вот визуальное пришло к нам в виде слова визуальный тут есть еще несколько вопросов давайте я освобожу место чтобы не одному говорить давайте ответит Алексей тоже будет интересно послушать всех приветствую расшифруйте наименование народа Аримы но на самом деле страна Аримия ответ очень простой расшифровывать сильно долго не придется дело в том что во главе стоял Арим скажем так князь Арим поэтому Аримия или царь или кто он бог был господин в честь вот этого существа так сказать и народ назывался Аримия вот в общем-то все просто на самом деле ничего такого сверхъестественного как были скифия да скиф стоял во главе ну и так далее понимаете то есть это чуть-чуть поразмыслить и можно в других местах тоже подобные вещи найти следующий вопрос подскажите пожалуйста кто такие джунгары джунгары народы проживающие за пределами так сказать той же Аримии да орды джунгар те самые орды джунгар которые и разрушили столицу славяно-арийской империи которая простояла больше ста тысяч лет азго-терийский а джунгары это смешанные народы то есть желтая раса смешанная с белой расой немного ну то есть с изгоями белая раса вот то есть народ очень близкий к Аримам да тем современным китайцам желтая раса то есть и в общем-то те же джунгары они находились много насколько информация мне известно они находились тоже не в очень хорошей ситуации в общем-то их теснили китайцы да и у них выбора не было их в общем-то как им не погибнуть или надо было идти на Асгард а гибель Асгарда если вы знаете произошла почему потому что была снята защита энергетическая защита город был защищен энергетической защитой защиту удерживали 12 волхов и собственно в определенный момент нейтрализована была защита и джунгары и орды залетели снесли сожгли все в этом прекрасном городе Асгарде Ирисском то есть крепостных стен город не имел величественные храмы действительно библиотеки сооружения ну и в общем-то как таковой армии в ней необходимости не было так как еще раз повторюсь город не стен не имя пройти было невозможно любой человек имеющий какие-либо дурные мысли помыслы он в общем-то не мог пройти сквозь данную защиту и поэтому допустим те же орды джунгар очень просто уничтожили город впечатление может возникнуть как так разрушен был Асгарде Ирисский это же столица славяно-рисской империи ну понимаете если все уже более 100 тысяч лет живут и сложилась и привычка опять же что ничего не может произойти все здорово есть волхвы есть эти скажем энергетические уровни через них и с помыслом то не пройдешь не то что там с мечом или с копьем вот поэтому конечно же вот такая вот ошибка была допущена нашими предками и город был уничтожен все очень просто еще когда был маленький один из волхвов вот эти 12 волхвов которые обеспечивали защиту города в него был заложен троянский конь и в общем-то даже сам волх не понял что он и есть причина того что нет что снята защита понимаете вот эти как хитро очень хитро ловко работают наши враги слуги темных понимаете поэтому вот сейчас хочется тоже сказать несколько слов в отношении тех людей которые говорят что нужно приходить к старым традициям что нужно начинать жечь костры отдавать требы богам и так далее но понимаете вот это понимаете это не сработало уже один раз то есть понимаете то есть вот эти вот шоры которые необходимы были в определенный момент раньше да но они оказались проигрышными и мы можем наблюдать сейчас с вами что происходит наши предки ошиблись и повторять то после на чем они ошиблись уже нельзя да бесспорно это нужно изучить поэтому и нужно это изучить чтобы знать что это вновь ни к чему понимаете нужно знать как ошиблись наши предки чтобы в будущем бороться более эффективно и ведь победа сейчас будет за тем кто лучше правильнее и качественнее анализирует информацию да у наших врагов есть преимущества они конечно владеют сейчас и СМИ практически 99% и слуг у них очень много да но к сожалению у них есть большой минус что каждый их слуг ограничен в своем понимании ситуации они больше похожи на биороботов нежели на думающих людей и наша сильная сторона в том что нам нужно не быть биороботами не повторять те ошибки которые были у наших предков а необходимо изучать необходимо анализировать необходимо учитывать ошибки учитывать победы победные моменты да не всегда были ошибки были победные моменты и на основании вот этих так сказать кусочков мозаики строить новую мозаику и победить понимаете вот поэтому мое мнение касаемо допустим славяно-арийских ветвь и того что начал делать Александр категорически не согласен с тем что нужно это внедрять категорически не согласен именно аргументирован потому что это привело поражение основной аргумент вопрос но изучить нужно там много хороших вещей славяно-арийских федах опять же я о них говорю действительно там много советов как нужно жить нужно жить по совести нужно знать что такое честь нужно это действительно понимать потому что многие говорят совесть честь а они понимают что стоит за этими словами вот и нам нужно сейчас разобраться что стоит за этими словами и понимать что за ними стоит нежели их просто повторять и говорить я живу по совести по чести от этого никто не станет жить лучше если вы будете это повторять нужно совершать действия и поступки которые будут по совести и по чести вот тогда наши враги в общем-то оставят нашу территорию и нечего им здесь будет делать следующий вопрос что значит слова люди и человек в их изначальном значении в чем различие в этих понятиях ну на самом деле не так давно мне удалось общаться с одним человеком он назывался Волхом и претендовал как бы на вот определенные так сказать ну не знаю почести что ли чтобы было уважение к ним и так далее и вот он заявил что есть вот мы вот с тобой человек а вот они люди и вот надо их называть люди а самому сами мы человеки ну типа знаете какие-то богоизбранные очередные вот не знаю вот мысли одного народа хватит богоизбранного уже понимаете не надо опять начинать вот я против деления на люди и человеки возможно за этими словами да действительно человек да действительно чело да действительно думающий человек можно сказать можно так перевести а люди вроде как это там ну не знаю не думающие люди да повторяющие за кем-то можно делить разделить но наша задача не разделять и властвовать одного уже разделения хватит наша задача если даже такого и есть это тот кто человек он обязан сделать все что от него зависит чтобы те так называемые люди да стали человеком или тут же очень интересно пишет академик Николай Викторович Левашов о стадиях более понятно с моей точки зрения чем делить люди и человеки о стадиях любого ребенка да человека который пришел в этот мир и он рождается как животное затем он становится разумным животным все это определенный имеет определенный возрастной цикл и затем он становится собственный человек и дальше человек космический достаточно аргументированно четко понятно изложил академик Левашов в своих книгах вот именно этот процесс мое мнение что нужно опираться на вот эти вот этапы потому что читая Левашова становится понятно что означает животное что означает разумное животное что означает собственный человек что означает человек космический любой из вас прочитав книгу Левашова если не ошибаюсь по моему в сущности разум и в последнем обращении к человечеству он пишет об этом в последнем обращении к человечеству он пишет об этом вот посмотрите очень классно написал просто замечать все понятно все раскладывается по полочкам каждый из нас может понять что стоит за термином животное или этапом эволюции человека что стоит за термином разумное животное и каждый из вас прочитав книгу вы можете понять, на каком этапе находитесь вы. Большинство сейчас людей, к сожалению, находятся на уровне разумных животных. К сожалению. И даже ниже. Поэтому читайте, делайте выводы, и развивайтесь, и делайте так, чтобы вокруг вас сами станете сначала думающими, а потом делайте так, чтобы и остальные были тоже думающими. Потому что, знаете, как интересно жить среди думающих людей? Вот сейчас русское общественное движение насчитывает несколько больше тысячи человек. Но вы знаете, это большое количество людей на самом деле. Кто-то может сказать, что такое тысяча человек. Дело в том, что это не просто тысяча человек. Дело в том, что это тысяча думающих людей. Понимаете? То есть дело в том, что это люди, с которыми интересно общаться. Которые каждый день проживают и что-то действительно хорошее творят. Что-то действительно делают замечательно для своего народа и для самого себя. Понимаете? Вот, допустим, даже здесь наша Омская ячейка, 17 человек. Так вы понимаете, что находясь среди соратников, мы общаемся, иногда и чаще, чем раз в неделю, чувствуешь себя совершенно по-другому. Вот понимаете, мир, он иной на самом деле, когда ты находишься среди людей. И ты чётко понимаешь, что тот мир, который создан сейчас с паразитической системой, с социальными паразитами, он искусственный, он ненастоящий. Понимаете? На самом деле, всё, что создано сейчас на 90% ненастоящее. И понять это только возможно тогда, когда ты первое имеешь знание, которое даёт в первую очередь, сейчас единственный человек, с моей точки зрения, и многих других людей, это академик Ивашов, он раскладывает ступенька по ступеньке. Он даёт нам возможность встать из того ужаса, из того состояния разумного, живого, где мы находимся, в мир прекрасного. В мир прекрасного. Он даёт возможность окунуться. И когда ты находишься затем среди таких людей, вы знаете, жить становится гораздо интереснее. Появляется смысл жизни, появляются мечты, реальные мечты. И просто, ну, просто мир, он иной. Ещё раз повторюсь. И, конечно же, нельзя не сказать, сегодня хотелось бы немножко уделить время, отвлечься чуть ли от ответов на вопросы. Сегодня день памяти Светланы Левашовой, которая была подло убита, год назад, 13 ноября. И по этому поводу действительно хочется сейчас всё же с Вашего позволения почтить минутой молчания. Ваше. 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 Ну что ж, всех благодарю, посмотрим, есть ли еще вопросы. Вот так гибнут светлые люди, и о них потом никто не помнит, никто не знает. И даже в новостях об этом ни строчки не сказали. А то, что сделала Светлана для нашего народа, это неоценимо. И я смело, я не побоюсь этого слова сказать, что это, не знаю, таких людей может быть несколько, которые сделали то и столько много для нашего народа, для того, чтобы мы жили, для того, чтобы мы могли сегодня с вами размышлять, разговаривать и радоваться этой жизни. Таких людей немного. Но видите, как здорово удается, это лишний раз доказывает, насколько все средства массовой информации подчинены именно паразитической системе. Это вам факт, доказывающий это. Потому что уровень человека, погибшего год назад, подло убитого, он непостижим для многих. И таких людей не то, чтобы в России мало, их на планете-то единицы, понимаете. А молчок, ни слова о гибели такого человека. Это, вот вам, пожалуйста, факт того, что не надо удивляться, что нигде ничего нет. Все принадлежит одной, так сказать, системе. Пальчики, пожалуйста, вот вам живой пример. Посмотрим еще вопросы. Есть вопрос, как вы думаете, за кого голосовать на выборах? Хороший вопрос на самом деле. Ну, вы знаете, если говорить о выборах в Государственную Думу, то мы можем с вами немножко, это будет, конечно, лично мое мнение, то мы можем с вами немножко поразмыслить. И, опять же, я вам приведу один факт. Уже более, наверное, двух лет, да, двух лет, русское общественное движение проводит сбор подписей против налога на недвижимость, который сделает из нас всех рабов. Налог подразумевает введение платы 1% от рыночной стоимости жилья. Смотрите, наши квартиры стоят, ну, каждый может посчитать, сколько стоит квартира в его городе, ну, допустим, 2 миллиона, да, 20 тысяч придется платить. Теперь представьте бабушек и дедушек, да, которые всю жизнь работали, получили квартиру, да, хорошую, наконец-то пожить на старости, а тут им говорят, плати 20 тысяч. Извините, а где возьмут 20 тысяч бабушка с дедушкой, да, они вообще не могут облагаться чем-либо, они все, возможно, отдали своей стороне. Да? Вот смотрите, почему ни одна, ни один лидер из существующих партий не пообещал народу, что этого налога не будет введено. Вот это вот просто неопровержимый факт того, что за кого голосовать. Понимаете? Как можно выбирать тех, кто, в общем-то, хочет свой народ приводить в рабов? Нам, наверное, Петра хватит. Нам, наверное, уже Петра хватит, да, Великого, который вводил крепостное право, да? Опыт есть. Для этого мы и читаем сегодняшнюю лекцию. И уже на основании сегодняшней лекции вы можете сделать вывод, учитывая ошибки наших предков, да, что выбирать тех, кто делает из своих людей рабов, не то, что нельзя, а это преступление, понимаете? Поэтому голосовать, в общем-то, с моей точки зрения, не за кого. Но, наверное, было бы целесообразно, опять же, лично мое мнение, не отдавать голоса все в одну партию. Скорее всего, лучше голосовать за партии, ну, чтобы хотя бы эти партии были равнозначны, чтобы не было объединения в каком-то одном, в каких-то одних руках какой-то одной группировки. Вот, наверное, вот, чисто так вот, такой вот совет, наверное, что надо как-то вот разбивать эти группировки на меньшие составляющие. Вот, наверное, вот только это можно сейчас применить, это мое личное мнение, а не объединять всего в одни руки. Вот, наверное, вот так. Еще хочется сказать, конечно же, о том, как факт, тоже, опять же, вам в довесок к налогу на недвижимость, о том, что вводится платное образование, против которого выступает также русское общественное движение, и это образование планируется ввести уже вот с начала 2012 года. Даже уже говорят, кое-где в России есть введено платное образование. Да, естественно, я слышал по телевидению заявление высоких чиновников, что зарплата учителям будет повышена на 20 тысяч рублей. Понятно, да, теперь, за счет кого она будет повышена. То есть, понимаете, это чистый бизнес. То есть, теперь государство слагает в себя обязательства, чтобы обеспечить наш народ образованием. Теперь это будет коммерция, чистая коммерция. Заплати, получи образование. Нет денег, будь невежда. А ребенок не виноват в том, что он родился в семье, где нет денег. Почему это? А этот ребенок, он может быть творцом, он может принести стране очень много. Какое здравомыслящее правительство, которое думает о величии и процветании страны, будет вводить такие вот вещи, как платное образование? А закон принят. Понимаете? Русское общественное движение провело митинг в Москве и по всем городам пикет. Есть сайт, где можно проголосовать против. Присоединяйтесь, голосуйте и против налога на недвижимость. Есть сайт. Пожалуйста, проходите по ссылкам, смотрите на наших сайтах, есть ссылки, и выражайте свой протест, если вы не согласны ни с платным образованием, ни с налогом на недвижимость. потому что не забывайте, чего боятся наши враги. Объединение. Вместе мы сила. Если мы будем порознь, то с нами легче справиться. Поэтому объединяйтесь, выбирайте, смотрите тот, кто вам нравится больше. Затем идите, то есть здесь ваше право, ваш выбор. Здесь мы ни к чему конкретному не призываем. Единственное, думайте, думайте, анализируйте, информации уже достаточно. Следующий вопрос. К сожалению, извиняюсь, маленечко приходится отвлечься, просмотреть ваши вопросы, если можно, продублируйте, пожалуйста, если вас не затруднит, чтобы было легче отвечать. Что насчет Аляски? Вот есть вопрос, что насчет Аляски. Можно сказать, что согласно документов, Аляска все еще наша с вами территория. Дело в том, что есть много слухов, что Аляска вроде была в аренду Америки, и затем перешла в собственность, туда-сюда и так далее. Но это слухи. По факту, значит, русский флот оказал поддержку, русская армия, скажем, точнее, чтобы, может быть, не вести вас в заблуждение, русская армия оказала поддержку американцам, защитив от нападения, и американский сенат, чтобы провести определенную сумму денег, напрямую не мог отдать Российской империи, а вот таким образом они придумали вместе с российским правительством, так называемым правительством, вот такую вот проводку, скажем так, что давайте якобы составим фиктивный документ, что вот вы берете на 99 лет в аренду Аляску, и платите за это деньги. Причем транш рассчитывался на два, должно быть два транша, была переведена только половина. То есть, по своей сути, здесь есть два момента. Первый, что, во-первых, второй половины так и не заплатили, за что можно абсолютно доказательно предъявлять претензии, потому что есть документ, академик Левашов, у него есть данные, копия данного документа, можете посмотреть, поискать, но есть документы, подтверждающие этот факт. Второе, что Аляска – это наша территория, в общем-то, и ей сейчас оснований владеть Америкой нет, потому что как так? Было передано фиктивно, чтобы перевести деньги, а сейчас они проживают на каком основании? То есть, этот вопрос нужно обсуждать, но опять же, как можно обсуждать с, так сказать, ну, с друзьями, да? Если с одной стороны, с другой стороны, это все свои, понимаете? Так не будет обсуждения, пока не будет тот, кто думает о народе, о земле народной, а как можно что-то решить, пока везде свои. Понимаете? Поэтому Аляска, вот она, то есть, наша территория, и этот вопрос открыт, нужно возвращать территорию нашей стране, то есть, чтобы она законно абсолютно принадлежит нам. То есть, оснований нет, говорить обратно. Следующий вопрос. Ну, то есть, тут вопрос задается о президентских выборах, идет дискусс, активный по этому поводу. Ну, что можно сказать? Президентские выборы еще есть время, да, есть время, чтобы подумать, принять решение, озвучивать что-либо сейчас, еще рано, нецелесообразно, скажем так. вот, наблюдайте, наблюдайте, следите за информацией, будет, надеюсь, будет интересная новость, будем надеяться, что все будет хорошо, и, так скажем, будет хорошая весть, да, для нас с вами. но всему свое время надо немножко подождать, и тогда и все узнаете сами. Следующий вопрос. Ну, в общем-то, больше вопросов пока нет, я думаю, что вполне можно уже закругляться, мы всех вас благодарим, что вы нашли время, что вы интересуетесь данной информацией, это уже первый шаг к тому, что через то, что вы будете стремиться знать, через это и будет возрождение нашей страны. Ну, что ж, всех благодарю, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok